После 10-летнего перерыва в Малаховке заработала общественная баня. В здании провели капитальный ремонт и полностью отреставрировали помещение. На торжественном открытии комплекса побывала и наша съемочная группа. Я был пацаненком, и пацаненком начинали здесь. Приезжали и с районов разных, и чуть ли не из Московской области, потому что там и парилка была хорошая, и зал. Там, я помню, что еще стояли такие мраморные лавки. С этой баней связаны воспоминания многих коренных жителей Малаховки. До закрытия она была местом притяжения любителей попариться. Обновленный современный банный комплекс снова к их услугам. Сегодня нашлись, я оцениваю, достаточно хорошие ребята, которые организовались, нашли деньги и сделали ремонт. Я думаю, здесь будет достаточно комфортно, потому что есть и ветераны, и молодые люди, которые любят баню, ходят в баню. В здании 1949 года постройки провели масштабную работу. От замены коммуникаций инженерных сетей до установки нового оборудования для фильтрации воды. Также здесь появились современные печи-электрокаменки. Они позволяют регулировать уровень влажности. Есть люди, которые любят сухую баню с небольшой влажностью. Есть люди, которые любят большую влажность. Естественно, большую влажность мы можем добиться путем полива камней водой. Соответственно, небольшую влажность мы можем добиться за счет парогенератора, который уже встроен в данные печи. К услугам жителей четыре просторных зала. Один из них – общественный, который рассчитан на 30 человек. Для детей, пенсионеров, инвалидов и многодетных семей действует система скидок. Луиза Егезаря, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.